Открывая заседание, председатель совета Леонид Иванович Кочетов подчеркнул, что действующие по сей день тарифы вывоза мусора утверждены были решением совета 31 октября 2012 года. О том, что они изменились, узнали все с удивлением. Ни совет, ни администрация, ни уполномоченные органы администрации Краснодарского края на этот счет решений не принимали, не только не принимали и не рассматривали этот вопрос. На вопрос, как же такое стало возможным, попытался дать объяснение руководитель ООО коммунальщик Валерий Калнаузов. В 2013 году мы получили в свою радость коммунальщика от Анапа благоустройства и Сити Кристалла уведомление о том, что договор по перевозке мусора с 1 января 2014 года будет изменен. В виде в каком? Мусор будет производиться с вывозом, не с человеком, как это предусмотрено, раньше был тройственный договор, а с фактором, который будет находиться на контейнерных площадках. Сегодня, согласно жилищного кодекса, можно определиться и с квадратного метра, и можно определиться с человеком. Когда мы сделали расчет с человеком, у нас получился тот фактически объемный вывоз мусора, который он получился в 3-4 раза больше, чем была вообще первоначальная стоимость 50 рублей, когда предоставляли ему услугу для населения. Вот оно оказывается что. Квитанции с зашкаливающими суммами за вывоз мусора – это забота о нас же с вами, дорогие намчане. И тем более нам надо войти в положение ООО «коммунальщик», потому что… Сегодня коммунальщик даже не только головная боль от этого мусора, мы еще и даже несем затраты. Почему затраты несем? Сегодня мы собираем денежные средства через банки, через РКЦ. Мы сегодняшние даже эту услугу оплачиваем за население. А сегодня, оказывается, работа по учету мусора уже налажена так, что объемы вывозимых отходов даже с домкомами подписываются. На счастье, председатели домовых комитетов тоже были на заседании. Кто у нас не подписывал? Во-первых, у которых РКЦ нам плачут санки. Мы отчисляем РКЦ каждый месяц на РКЦ. Кто же вы это отплачиваете? При этом и Колноузов, и Бузунова настаивают на одном и том же. У нас в городе 17 управляющих компаний. Со всеми управляющими компаниями, начиная с 12, компания «Сити Кристалл» работает по парку. Пока еще ни в одной компании не было жалоб от жителей. То есть это нас впервые. Но насчет жалоб я бы так решительно не утверждала. Депутаты тоже люди, живут они в таких же домах и о качестве вывоза знают не понаслышке. Если новогодние елки все еще валяются на захламленных мусорках, мы их снимали сразу после заседания, то можно ли поверить в ежедневный мониторинг, да еще с домкомами, о котором так много на заседании говорили и Колноузову Бузунову? Ни один руководитель этих предприятий не признал своих незаконных действий. Они попросту валили все друг на друга. То есть получается интересная ситуация. Коммунальщик не поднимал, «Сити Кристалл» не поднимал. Они оба не поднимали. А кто тогда? Наверняка за последние годы это заседание президиума Совета было самым жарким. Потому что объяснение руководителей и юриста только заводили в тупик депутатов. Что уж говорить о людях, негодование которых в многочисленных жалобах доходило до крайней точки. Они должны произвести замеры фактически вывезенного мусора. То, что не было выведено. Почему пошли возмущения жильцов? То, что к ним пришли квитанции, а в народ никто не вышел, до ушей никто не довел. Итак, предлагаю проект решения из двух пунктов. Первое. Обратиться в Набческую репрессу районную прокуратуру с заявлением о проверке на наличие в действиях предприятий признаков административных правонарушений и мошенничества. А также рекомендовать ООО «Коммунальщик» и ООО «АНАПа благоустройство» отозвать у населения платежные квитанции за январь 2014 года. Любовь Евсеева, Алексей Мухортов. Специально для «АНАПа. Регион». Редактор субтитров А.Семкин